Ангина горловая По существу название ангина горловая объединяет группу различных ангиозных заболеваний Ангина почти не наблюдается в грудном возрасте, когда лимфодиноидный аппарат глотки не развит Она чаще отмечается у детей дошкольного и школьного возраста, а также у взрослых до 35-40 летнего возраста После этого ангина обычно бывает реже и часто протекает в менее выраженной форме От мне уже 65 лет, правда у меня гланды были вырезаны, до этого возраста я как-то ангин и не чувствую Краткий исторический очерк, сведения об ангине дошли до нас еще с древних времен Гиппократ неоднократно описывал это заболевание А удаление миндалин в связи с их заболеванием описано еще Цельсом Цельс Аул Корнелий, римский ученый-энциклопедист, жил в первом веке нашей эры Ученый-энциклопедист, ну вот так мы с ним коллеги С открытием наукой микробов, бактерий, медициной, были пересмотрены взгляды на ангину, как на вид заболевания С открытием наукой микробов, бактерий, медициной были пересмотрены взгляды на ангину как на вид заболевания. Более того, ангина была подразделена на различные виды в соответствии с видом микробов, ее вызывающих, например, стрептококковая, стафилококковая, пневмококковая. Моя справка. Стрептококк, род шаровидных или обоидовидных бактерий, стрепто от греческого витой цепочка, коки от греческого ягода, из семейства стрептококковых. Паразиты человека, обитая в дыхательных и пищеварительных путях, особенно в полости носоглотки, толстом кишечнике, растут в виде слизистых колоний матового или блестящего глянцевого цвета. Так что, как только слизь такая появляется, вы уже можете знать, какими бактериями это вызвано. Стафилококк, род бактерий семейства стафилококков. Стафил подобный виноградной грозии. Некоторые из них вырабатывают характерные пигменты, обитают в носоглотке, полости рта и на кожных покровах. Им свойственна чрезвычайно высокая изменчивость и устойчивость к антибиотикам. То есть антибиотиками можно раза два взять, а потом все. Они изменились и их не возьмешь так просто, надо менять каждый раз антибиотик. И неизвестно, подойдет он или нет. Наиболее известные виды. Стафилококк золотистый вызывает гнойные процессы во всех органах и тканях организма человека. Стафилококк эпидермальный встречается на коже и слизистых оболочках. Вызывает сепсис, эндокардит, заболевание сердца, конъюнктивит, заболевание конъюнктивы глаз, гнойную инфекцию ран, гнойные инфекции мочевыводящих путей. Стафилококк сапрофитный вызывает острый цистит и уритрит. То есть видите, не просто надо лечить каким-то антибиотиком там, а строго направленным на то, что именно вызывает цистит. Стафилококк гемолитический разрушает красные кровяные тельца крови. Вот это хуже всего. Пневмококк – вид стафилококка. Паразит дыхательных путей человека вызывает острые пневмонии и бронхит. Вообще, стептококки вызывают ангину, бронхит, мневмонию, скарлатину, фаренгит, парадонтит – с зубами связано. Рожистое воспаление. Гломерулонефрит – это уже с почками связано. Ревматизм – это с суставами связаны. Апцесс, эндокардит с сердцем, лимфодиид – лимфатические узлы, стрептодермию. Открытие дифтерийной палочки в 1882-1884 годах позволило различать ангину от ангиноподобного заболевания дифтерии. Скарлатина, благодаря наличию характерной для этой болезни сыпи, была выделена значительно раньше, еще в 17 веке. Дифтерия – инфекционная болезнь, развитие фиброзного воспаления в горле, сообразование специфического вида пленок в месте внедрения возбудителя, развитие интоксикации с поражением сердечно-сосудистой, нервной и мочевыводящих систем. Как все связано, видите? Скарлатина – инфекционная болезнь, вызванная особым видом стрептокока. Проявляется мелкоточечной с цепью по телу, общей интоксикацией с подъемом температуры ангины. В конце прошлого века описаны и другие формы ангины. О наиболее распространенных мы поговорим ниже. Географическое временное распространение. Ангина является весьма распространенным заболеванием. Во влажном климате она встречается чаще. В сырое и холодное время года она бывает чаще, чем в сухое и жаркое. Вот именно сейчас это начинается ее, так сказать, развитие. И это объясняется тем, что вредным бактериям легче распространяться в окружающей среде. Заболевания в городах, как правило, выше. Например, в Киеве сравнительно с Киевской областью более чем в два раза. Особенно высока заболеваемость в крупных промышленных центрах. Причины болезни. Возникновение ангины играет существенную роль внедрения в лимфатическую ткань миндалины бактериального возбудителя. При наиболее часто встречающихся формах ангины возбудителями являются различные генеродные коки. Чаще стрептококи, нередко гемолитический, стафилококк, пьемококк и другие бактерии, обитающие в полости рта. Палочка лифлера, это возбудитель дифтерии, нередко мирно живет в полости рта и зева. Причем у некоторых больных это бывает стойким явлением. Дифтерийное бациллоносительство. Опасайтесь целоваться с незнакомыми людьми. Развитие болезни в части случаев имеет место внешнее, так называемое экзогенное, инфицированное других, внутреннее эндогенное. В отношении первого отмечаются два пути. Воздушно-капельный и пищевой, так называемый алиментарный. При воздушно-капельном пути инфекция передается преимущество при близком контакте с больным ангиной. Метро, автобусы, маршрутки, такси. Такая форма заражения имеет место иногда в отдельных семьях, коллективах, детские сады, школы, общежития, воинской части и прочее, и прочее, и прочее. И носит тогда характер микроэпидемии. Примером пищевого пути инфицирования являются редко наблюдаемые вспышки ангиозных заболеваний, возникновение которых обусловлено употреблением в пищу сырого молока от коров, страдающих цептококковым поражением в имени. Если таким молоком пользуется определенный коллектив, общежитие, столовая, получается впечатление эпидемии. С помощью бактериологических анализов молока, слизи из зева и прочего можно точно определить сущность такого явления. Внутренне инфицированная аутоинфекция, то есть аутоинфицирование, имеет место как при наличии хронического танзелита, другое название ангины, воспаление миндалин, вызванное бактериальной или вирусной инфекцией, так и при его отсутствии. В первом случае обычно наблюдаются полторные или рецидивирующие ангины, во втором чаще эпизодические. У меня в свое время были постоянные. Однако при наличии тех или иных неблагоприятных условий, бывают иногда рецидивирующие ангины и без хронического танзелита, например, под влиянием профессиональных вредностей или у лиц, постоянно дышащих ртом и так далее. Частота ангин при хроническом танзелите объясняется тем, что при этом заболевании имеется обычно постоянно или часто до 75% носительства потенциально вредной микрофлоры в носоглотке, особенно гемолитического стриптокока в углублениях, то есть криптах, лакунах, нюбных миндалин. То есть здесь очень важно профилактически промывать. И лучше всего подойдет что-то подобное на морскую воду промывать таким соленым раствором. Другим важным фактором во многих случаях является чувствительность организма больного такого рода в микрофлоре. Я бы не сказал, что это чувствительность организма такого рода в микрофлоре. Это говорит о том, что организм у одного человека более поражен, нежели у другого. И поэтому вот эта скрытая инфекция, она чуть погода изменилась, она тут как тут. В этих условиях даже ничтожное нарушение уравновешивания организма с окружающей средой обуславливает возникновение заболеваний ангиной. То есть скрытая инфекция имеется, чуть простыл, чуть там что-то ножки намочились и ангина тут как тут. А за ней пошли заболевания сердца, суставов, мочеполовой системы. Наличие чувствительности при ангине и хроническом танзелите обуславливает частоту осложнений, ревматизма, неспецифических полиартритов и другими заболеваниями аллергической природы. В возникновении большинства ангин зачастую играет роль охлаждения как общее, так и местное. Нередко имеет место комбинированное охлаждение, общее и местное, или же охлаждение отдельных участков, чаще ног. Люди незакаленные, как правило, легче заболевают ангины. Имеет некоторое значение фактор питания, в частности, однобразие пищи, гипотовенозы и прочее. Некоторые специалисты придают значение и избыточному введению животного белка, сладостей, да и вообще к перееданию, ведущего к повышенному размножению в организме человека вредных бактерий. Сюда же можно добавить и обилие потребляемой молочной пищи, особенно молочка. Ангины заболевают в любое время года, значительно чаще в осенние и весенние периоды. А в случае охлаждения местного, поили мороженого, либо общего, перехладились во время купания, охоты, рыбалки. Заболевание возможно и летом. Болезненные изменения. При катаральных ангинах отмечается гиперемия, отечность, местами образования инфильтрата, усиленное снущивание эпителия, как на зевной поверхности миндалин, так и на стенках крип-лакун. При фолликулярных и лакунарных ангинах изменения носят более выраженный характер. В рабочей части миндалины видны мощные инфильтраты, нагноившиеся фолликулы, иногда сливающиеся в значительной величины абцессы. При больших их размерах применяется термин «танзелярный абцесс». Представьте себе этот очаг, очаг этих всех их бактерий, очаг всех этих токсинов. И он отсюда распространяется, естественно, по всему организму. И что вы хотите, чтобы вы были здоровы? Нет, у меня это в свое время довольно-таки часто наблюдалось. Особенно значительные изменения претерпевает покров крип-лакун. Нарушение целостности покрова обуславливает обильное выделение лейкоцитов и фибрина, в силу чего образуются фибринозные пленки, налеты. Иногда эти пленки как бы сливаются между собой на поверхности миндалин, и тогда образуется так называемый сливной налет. Он может покрывать всю поверхность миндалин и даже выходить за их территорию. В некоторых случаях обнаруживается тромбоз мелких танзелярных вен. Ой-ой-ой-ой-ой. При язве на некротических ангинах, описанных выше, явления еще более резко выражены. К ним присоединяется глубокий некроз тех или иных участков, легко отделяемых наземной поверхностью миндалины при осмотре. Некроз иногда занимает всю миндалину и даже заходит за ее пределы. Надушки, мягкое небо, язычок. Кстати, я видел, что вот этот некроз съел миндалину вообще, ее нету. То есть, с одной стороны есть, с другой стороны нету. Он ее сожрал. Естественно, инфекция теперь вот эта тлит в организме. Поэтому надо постоянно чем-то таким протравливать свой организм. Не против паразита, а против бактерий, вот этих стрептококков, стафилококков и прочих кокококков. Иногда отчетливо виден кратерообразный дефект значительной части или всей миндалины вместе с некоторыми прилежащими отделами ротоглотки. Вот я его увидел, сам своими глазами, думаю, вот это да. Это чаще наблюдается при агронолоцитарной форме, то есть более глубокие язвы. И при ангины Симоновского Плаут Винцета. Более характерны здесь поверхностные изменения. При флегмозной ангины островоспалительный процесс разыгрывается главным образом паратонзелярной клетчатки и окружающей ткани. Иммунитет. Заболевания обычно ангины не создают какого-нибудь стойкого иммунитета. Наоборот, часто отмечается, что вслед за перенесенной ангиной следует ряд других ангин. Это связано отчасти с тем, что возбудителями являются различные виды микробов. Как выше указано, нередко после ангины организм оказывается ослабленным и чувствительным к бактериям. И в силу этого предрасположенным к новым бурным реакциям на внедрение микробов в лимфоидную ткань миндалин. В течение симптомы инкубитационный период непродолжительный от нескольких часов до нескольких дней. В начальном периоде отмечается некоторое общее недомогание, неловкость в горле, главным образом приглотание, иногда першение, ощущение наличия в нем чего-то постороннего, симптомы развившейся ангины, боли в горле, приглотание и общее недомогание. Масштаб этих явлений при разных формах и ответных реакциях организма является различным и разнообразным. Иногда наблюдаются сильные боли при глотании, при слабо выраженных явлениях общей интоксикации, а также при невысокой или даже нормальной температуре. В других случаях общее явление доминирует, а боли при глотании весьма незначительны. Нередко видимые при фарингоскопии островоспалительные явления, инфитрации, налеты, язвы протекают при общем удовлетворительном состоянии. Невысокой и даже нормальной температуре, вот что самое опасное, инфекция будет у вас тлеть в организме. И при весьма незначительных болях при глотании, а подчас при полном отсутствии их, больной ощущает лишь какую-то неловкость при глотании. Последнего рода явления нередко встречаются при резко пониженной общей сопротивляемости организма. Например, если ангина является осложнением, развившимся во время или тот час после окончания того или иного тяжелого общего заболевания. Представляете? Все же при различных формах ангины наблюдаются характерные, именно для этих форм, сочетания симптомов и их выраженность. Наиболее часто встречающимися формами ангины являются катаральная, лаконарная и фолликулярная. Как правило, процесс при них двусторонний. Катаральная ангина характеризуется незначительной болью в горле, наличием недомогания, невысокой или даже нормальной температуры. Изменения в крови иногда отсутствуют. В некоторых случаях они бывают характерными для слабо выраженного острого воспалительного процесса в организме. При осмотре отмечается набухлость и покраснение, это гиперемия назначается, нёбных миндалин и соседних с ними краёв дужек. Это ограниченность островоспалительных явлений. Отличает катаральную ангину от острого фаренгита, при котором гиперемия охватывает всю слизистую оболочку ротоглотки, включая мягкое нёбо и заднюю стенку глотки. Для катаральной ангины характерно отсутствие какого-либо налёта, извязвлений и прочих деструктивных явлений. Оригинальные лимфатические узлы лишь иногда представляют несколько набухшими, слегка болезненными при пальпации. Катаральная ангина встречается нечасто. Большое количество регистрируемых катаральных ангин объясняется тем, что врачи часто применяют название катаральная ангина вместо острый фаренгит, который действительно является весьма распространённым заболеванием. Фаренгит – это воспаление слизистой оболочки горла, но чтобы она воспалилась на неё тоже надо чем-то подействовать. Следует учитывать, что иногда катаральная ангина оказывается первой фазой другой, более тяжёлой формы ангины или совсем иного заболевания. Лакунарная и фолликулярная ангины характеризуются более выраженной клинической картиной. Сильные боли при глотании, недомогании, разбитость, тянущие ощущения в икрах и пояснице. Горло, икры и поясницы. Вы чувствуете, что где находится и как в организме это связано? Икры и поясница. Горло болит, а в икрах и поясницах тянет. Головная боль. Температура повышена иногда до 39-40 градусов, особенно у детей. Со стороны крови, как правило, наблюдается лейкоцитоз, повышение в крови лейкоцитов. Это ответная реакция организма на бактериальную инфекцию. При фарингоскопии отмечается резкая гиперемия и инфильтрация зева, набухание нёмных миндалин. При фолликулярной ангине желтовато-белые маленькие пузырьки на выдающихся участках зевной поверхности миндалин. По образному выражению некоторых специалистов, поверхность нёмных миндалин напоминает при этом карту звёздного неба. Эти мелкие пузырьки представляют собой нагноившиеся фолликулы. Иногда они лопаются и образуется мелкий налёт. При лакулярной ангине имеются не пузырьки на выпуклых участках миндалин, а мелкие налёты в углублениях крипт, а не желакуны. Налёты могут сливаться, образуя сплошной сливной беловатого или желтоватого цвета налёт. При этом характерный для лакулярной ангине вид исчезает. Следует отмечить, что деление ангин на фолликулярные и основанные к тому же на оценке лишь видимых на поверхности миндалин, а не в глубине её изменений, практического значения не имеет. Иногда на одной миндалине наблюдается картина лакунарной, а на другой фолликулярной ангины. В некоторых случаях на одной миндалине обнаруживаются элементы той и другой ангины. Фаринкоскопическая картина может меняться. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok